Сергей Александрович, на сегодня состоялось выдвижение кандидатов, под окончательно заявленных в избирательную комиссию и партийные списки по мандатным округам. Со списками мы уже знакомы, знакомы, соответственно, наши читатели. Хотелось бы узнать о тех кандидатах, которые не попали. И по каким причинам? Не попал Эдлин Вагнер, Валерий Чебышев, Галина Куликова? Ну, вы знаете, что выдвижение наших кандидатов, депутатов городского совета, предшествовало очень большие, масштабные, открытые с населением города Назарова компании. Это отбор кандидатов в ходе предварительного голосования. Значит, все участники кандидатов, депутатов приняли самое активное участие. Их было 43, как вы помните, да? Очень большая активность и около 2000 назаровцев-избирателей приняли участие в предварительном голосовании. По итогам голосования на местном отделении партии, на заседании полицейского совета, был утвержден итоговый протокол. Определена определенная шкала рейтинговая, 1, 2, 3 и до 43 человека, кому больше выразили доверие. Безусловно, это было открыто, все это было доведено на полицейский совете и до каждого участника предварительного голосования. Безусловно, в ходе принятия решения об итоговом списке, то, что мы сегодня сдали в избирательную комиссию, я как секретарь местного отделения партии вел диалог и с отдельными кандидатами, с отдельными членами партии. Безусловно, было время, где каждый кандидат имел возможность принять самостоятельное личное решение, и тим могут быть депутаты городского совета, и не идти. Поэтому решение тех людей, которые вы обозначили, было принято. Те люди, которые, вот, вами были сказаны, они предали решение, не идти на выборы. Мы уважаем решение каждого человека, члена партии, идти или не идти на выборы. Уважаем это решение, поэтому решение такое состоялось. Итоглый список вы знаете, вы видите его, и сегодня этот список мы регистрируем. Мы установим в порядке избирательной комиссии города на Запад. То есть, получается, это личная инициатива и Эдлина Вагнера, и Галины Григорьевны Куликовой. Хотел бы еще спросить о двоих. Это Ильич Рабачева, Людмила Юрьевна, которая участвовала в праймерис, в предварительном голосовании, и, соответственно, не вошел в рейтинг, но он теперь пошел в самовыдвиженство. Да, как я уже сказал, что каждый участник предварительного голосования, каждый кандидат имеет право самостоятельно принимать решение. В ходе обсуждения, в ходе согласования данного списка, это требуется уставом партии в президиуме регионального полицовета, партии «Единая Россия» в городе Красненецке, значит, вот определен был список, Людмила Юрьевна Щербычева, она в этот список не попала, поэтому Людмила Юрьевна приняла решение самостоятельно идти на выборы, как я знаю, и это ее право отличное. Ну, она, я так понимаю, член партии «Единая Россия», со стороны партии будут к ней какие-то дисциплинарные, скажем так, применены наказания или это возможно? Мы, в соответствии с уставом партии, безусловно, будем данный вопрос рассматривать, мы это обсуждали в полицовете, но это будет вынесено дополнительное решение по данному вопросу. Ну и в завершение могу не спросить еще про одного кандидата, это Борис Иванович Куликов, который появился в списке партии «Возрождения села», все-таки, Борис Иванович, с кем идет на выборы? Ну, хочу отметить, что по нашей информации, партия «Возрождения села», вот на сегодняшний момент, когда я даю интервью, пока не зарегистрировала никаких документов, избирательную комиссию города Назарова не представила, это на уровне пока слухов, домыслов. На уровне конференции, я был сам на конференции, слышал фамилию. Может быть. Хочу отметить следующее, что когда я получил эту информацию, я с Борисом Ивановичем как членом партии, участником премиоритета голосования по отбору кандидатов, имел соответствующий разговор. И хочу отметить, что Борис Иванович является членом партии уже порядка 10 лет. Он участвует активно в работе местной партийной организации, первичного партийного отделения. И по заявлению Бориса Ивановича никаких заявлений, никаких обращений с точки зрения участия в выборах, от партии «Возрождение села» он не давал, поэтому он подал официальное заявление и в предварительном голосовании он был активным участником, он подал официальное заявление и соответствующий пакет документов для регистрации в избирательной комиссии города Назарова, поэтому Борис Иванович Куликов, он идет от партии «Единая Россия» на выборы городского совета депутатов по общей территориальной партийному списку.